Добрый день дорогие друзья, с вами снова Юрий Пузыревский и сегодня мы с вами поговорим о ресурсах. О тех ресурсах, которые есть внутри каждого из нас, которые нам необходимы для достижения цели. В этом видео расскажу вам про технику, которая называется комната мастерства. Эта техника будет полезна вам, если перед вами стоят какие-то цели и вам для достижения этих целей необходимы ресурсы. И вы в этих целях хотите обучиться какому-то навыку и усовершенствовать свое мастерство. Давайте не будем тянуть время и сразу переходить к технике. Буду рассказывать сразу на своем примере, чтобы вам было понятно, как ее сделать. Предупреждаю сразу, это видео не просто на послушать. То есть, если просто послушать, посмотрите мои другие видео. Если вы хотите прям, чтобы у вас получилось, чтобы у вас появились силы, энергии, то вам придется, хотите вы этого или нет, ставить видео на паузу, для того, чтобы проделать те манипуляции со своим сознанием, которые вам помогут получить доступ к этим ресурсам. Итак, поехали. Что нужно для этой техники? Смотрите, когда вы совершенствуете какой-то новый навык, когда вы хотите получить в чем-то мастерство, вам необходимы силы и энергия. Так как мы изучаем нейролингвистическое программирование, в нейролингвистическом программировании есть пресупозиция. Вселенная полна ресурсов. И есть еще одна пресупозиция, что необходимые нам ресурсы для изменений есть в каждом из нас. Вот исходя из этих пресупозиций, мы будем двигаться по этой технике. Итак, друзья, неважно, чему вы хотите научиться. Я вот, допустим, хочу стать профессиональным таким видеоблогером. Кстати, напишите, как вам мой видеоблог. Я в этом деле еще не профессионал, как вы видите, да. Но у меня в моем опыте есть достаточно много примеров, где я чувствовал себя мастером. Я возьму как пример, я очень хорошо провожу открытые тренинги. То есть я очень хорошо провожу публичные выступления и хорошо работаю с аудиторией. Но когда я снимаю видео, мне не хватает ваших глаз. И вот здесь, как раз таки в видеоблогерстве, я чувствую себя не мастером. То же самое, наверное, может быть и в вашей жизни. Вы, допустим, умели делать что-то очень хорошо. Ну, к примеру, вы умели или умеете готовить еду просто шедеврально, прекрасно. Либо вы классно катались на велосипеде. То есть вам нужно вспомнить какой-то свой опыт, где вы себя прям ощущали мастером. Может быть вы виртуозно делали маникюр кому-то. То есть в каждом из нас есть уже какой-то опыт, в котором мы профессионалы, в котором мы себя чувствуем хорошо. Вот этот как раз таки опыт, один из этих случаев вам пригодится в этой технике. Давайте переходить к самой технике. Первым делом, ну, опять же, определитесь, в каком деле вы хотите совершенствоваться. Это первый такой пункт по умолчанию практически в любой НОП технике. А, условно говоря, первым шагом техники будет являться то, что вам нужно будет вспомнить тот опыт, где вы уже себя чувствовали мастером. Подумайте, в чем вы чувствовали себя достаточно профессионально. И возьмите это за пример для этой техники. В моем конкретном случае я буду вспоминать сейчас, как я веду открытые группы. Для меня это ресурсно, я это делал профессионально. Сейчас открытых групп стало намного меньше. Точнее, последние полгода их уже нет, только онлайн. И я сейчас развиваюсь как видеоблогер и как онлайн-тренер. И я буду первым делом, первым шагом нужно вспомнить и ассоциированно пережить этот опыт. Что это значит? Это значит, что вам нужно прямо закрыть глаза, представить себя, как вы непосредственно сейчас делаете то дело, в котором вы уже были мастером. Я сейчас могу представить, как я работал с группой, как я феерично зажигал. И здесь очень важно включить все субмодальности. Что это значит? Здесь нужно вспомнить, что вы видели, вспомнить звуки, которые присутствовали, ощущения. Причем ощущения в вашем теле и ощущения такие, как запахи и вкусы. Это очень важно. И прямо ассоциировано в течение двух-трех минут проиграть вот этот кусочек своего события, где вы были на пике своего мастерства. Окей. Когда вы проиграли вот этот кусочек, вам нужно сделать диссоциацию, то есть диссоциироваться от этого опыта. Очень важно, чтобы когда вы будете проигрывать вот этот опыт, в моем случае это когда я выступаю перед живой аудиторией, я вот проиграл, ощутил, вспомнил, как это было. Это окей. Теперь в моей ситуации я должен увидеть себя как бы со стороны. То есть я выхожу, диссоциируюсь от себя, отсоединяюсь, если хотите, да, и смотрю на себя, как будто я сейчас веду отрезок тренинга, где я был на высоте своего мастерства. Я вижу, как я стою, вижу свое положение тела, все это проигрываю. И таким образом у вас появляется сразу два фильма. Первый фильм, где вы непосредственно играете роль, как это на самом деле было. И второй фильм, это как вы видите себя со стороны. Это очень важно. Берите за основу тот случай, когда вы действительно что-то делали хорошо. Это может быть готовка, если у вас нету прям сияться на вскидку такого опыта. Это может быть вы на велосипеде, повторюсь, еще раз классно катались. Либо в какой-то вашей прошлой профессии вы себя чувствовали достаточно уверенной и хорошо делали это дело. Окей, два фильма у вас есть. Это очень важно. Сейчас, третьим шагом, вам нужно создать у себя мысленно в своем ментальном пространстве комнату мастерства. Как мы это делаем? Мы сидим, представляем некую красивую дверь. Дверь, которая вам нравится. Она может быть любой формы, любого размера. Вы мысленно открываете эту дверь и заходите в какое-то пространство. Здесь тоже полет вашей фантазии, каким будет это пространство, какие там будут стены, какие там будут потолки, окна, что там будет внутри. Это сейчас пока не так уж и важно, но вам нужно сделать так, чтобы вам было классно находиться в этой комнате. Все это проделываем в голове. Когда вы вошли в это пространство, вам нужно сделать сейчас очень важную махинацию в своем сознании. У вас есть два фильма прошлых, где вы испытывали себя мастером ассоциированный и диссоциированный. То есть от первого лица и как будто вы наблюдаете за этим. Вам нужно в этой комнате сейчас представить, как вы выполняете это действие. Вот я в конкретном случае я бы представил, как я выступаю публично перед живой группой. И одновременно нужно запустить второй фильм, как будто на заднем плане я вижу себя, как я выступаю перед этой же группой. Вот здесь очень важно сделать вот такую склейку. Одновременно запустить параллельно два процесса. И ассоциировано вспоминать, как вы это делаете и где-то на заднем плане видеть себя. Как будто, ну знаете, как в зеркало или как на видео, как будто вас кто-то транслирует. И когда вы проделываете вот эту вот операцию, у вас комната, которую вы себе до этого создали, она наполняется неким таким ресурсным состоянием и якорем в вашем ментальном пространстве. То есть она как бы, можно даже сказать, что как будто заряжается вот этой энергией профессионализма и мастерства. Когда вы в течение двух-трех минут проиграли два одновременно фильма, ассоциированный и диссоциированный, вы можете поблагодарить свой прошлый опыт, где вы чувствовали себя мастером и перейти к следующему шагу. Дальше у вас уже есть заряженная такая энергетически ресурсная комната мастерства, в которую вы у себя в голове можете в любой момент времени возвращаться. Возвращаться вот для чего. То есть вы туда заходите, вы заходите в эту комнату и там уже есть энергия мастерства. Когда вы заходите в эту комнату и вы совершенствуетесь в каком-то новом деле, вы в этой комнате можете представлять себя делающим это дело. Ассоциировано или диссоциировано это как вам лучше. То есть вы можете видеть себя со стороны, как вы там что-то делаете. Вы можете в реальности заходить и что-то делать. Ну допустим в моем примере, если я хочу совершенствоваться в блогерстве, я вот в этой своей комнате представляю, как я сижу, снимаю видео, монтирую его и делаю это мастерски. Прям вижу себя со стороны. И мне это придает энергию и ресурсов для того, чтобы снимать этот видеоблог. Напишите в комментариях на самом деле, насколько вам важно то, что я сейчас делаю. И таким образом вы оставляете у себя эту комнату, но она уже за счет того, что вы проделали эти операции, я сейчас их коротко повторю, она уже наполнена ресурсами и вы можете в эту комнату мысленно 1-2-3 раза в неделю заходить для того, чтобы наполниться. Или допустим у вас может быть вот еще какая ситуация, когда мы чему-то новому обучаемся, мы очень часто испытываем прокрастинацию, откладывание на потом из-за того, что мы как бы не знаем, что делать. Так вот, обладая вот этой вот комнатой ресурсной, вы можете в нее заходить и пробовать что-то делать мысленно. Итак, повторим коротко шаги техники. Вспомнить в чем вы профессионал, уже были в прошлом. Причем любое событие, где вы чувствовали себя профессионалом, от мала до велика, от готовки еды до какой-то профессиональной деятельности. Потом ассоциировано вспомнить во всех субмодальностях, проиграть это у себя внутри, чтобы вы прям почувствовали эту энергию и этот драйв. Потом увидеть себя диссоциированно, увидеть себя со стороны. Следующий шаг. Создаем комнату. В комнату заходим. Проигрываем от первого лица одновременно и от второго на заднем плане. Потом этот опыт убираем. И уже привносим туда ту профессию, тот навык, в котором вы хотите совершенствоваться. И таким образом у вас будет появляться еще больше энергии и ресурсов для того, чтобы делать это новое дело. Большое спасибо за просмотр этого видео. Напоминаю, поставить лайк. И если это видео вам понравилось, на моем канале целый кладезь. Просто техник нейролингвистического программирования, с помощью которых вы можете улучшать свое движение к достижению новых высот. И помогать себе психологически, помогать себе ментально, помогать себе энергетически. Для того, чтобы у вас было больше ресурсов и так далее и тому подобное. До скорых встреч. С вами был Юрий Пузыревский. Пока-пока. С вами был Юрий Пузыревский.